История длиной в полтора века. Школа поселка Новоуткинск отмечает свой 150-й день рождения. Вместе с тысячей выпускников и учителей прошлых лет на праздники побывала и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Дмитрий Коньков. Столько людей в коридорах Новоуткинской школы давно не было. Причем большинство пришедших сюда люди взрослые и давно уже закончили свое обучение. Нет, это не общешкольное родительское собрание, а масштабная встреча выпускников. А что вы сегодня здесь делаете? Как что? Встречаюсь с одноклассниками. Пообщаться, поговорить, вспомнить молодость, просто получить хорошие эмоции, настроение. Пришел пообщаться с одноклассниками, со школой. Как-никак я два года здесь работал все-таки. Школа поселка Новоуткинск отмечает солидный юбилей. Одному из старейших учебных заведений города исполнилось 150 лет. Краеведы рассказывают, школа могла и не появиться вовсе. Заводские и губернские власти не хотели выделять деньги на ее строительство. Тогда местные жители созвали поселковый сход и решили проблему самостоятельно. На сходе было принято решение, что каждый рабочий завода должен отчислять фонд строительства школы по одной копейке с каждого заработанного рубля. Для того, чтобы собрать необходимую сумму, рабочим потребовалось 8 лет. В 1870-м в сельскую школу пришли первые ученики. Несмотря на то, что официально школа считалась двухклассной, чтобы освоить всю программу, детям приходилось обучаться по 5 лет. Место для строительства школы выбирали всем поселкам. На собранные народные деньги двухэтажную школу построили на берегу Нижнеуткинского пруда, прямо напротив церкви. На первом этаже проходили уроки, на втором этаже – жил учитель. В советское время деревянное здание снесли. Рядом построили новое – каменное. В 70-е годы школа вновь сменила адрес. Сегодня это современное учебное заведение, преподавание в котором идет по самым передовым технологиям. Например, в прошлом году здесь открылась площадка «Точка роста», где дети осваивают востребованные рабочие специальности. Это очень важное направление развития системы образования, потому что жизнь на месте не стоит. Требования сегодня к выпускникам школы очень серьезные. И нам очень важно, чтобы выпускники школ были конкурентно способны, и чтобы в сельской школе были такие же возможности, как и в школах городских. На юбилей школы пришли не только бывшие ученики, но и учителя. Преподаватель русского языка Лидия Шалимова не переступала порог своего кабинета уже 26 лет. Рассказывает, ее ученики мало изменились. Также весело смеются, рассматривая старые школьные фотографии. У меня очень хороший класс, очень хорошие дети. Родители были безумно хорошие, дружные. Мы постоянно с ребятами в театры ездили, и в походы, и в общем везде. Атмосфера приятных воспоминаний царит сегодня и в этой компании выпускников. И пусть закончили школу они лишь три года назад, им есть что вспомнить. Например, о чем мечтали. Тем более, что все свои желания они записали. Я хотел закончить университет. Хотел... Давайте я даже прочитаю сейчас. Постараюсь на хорошую работу, жениться. Но это еще рановато пока для меня. В будущем, я думаю, все сбудется. Поздравить школу с днем рождения пришли почти 900 ее выпускников. После концерта и вечера воспоминаний они вновь дали друг другу обещание встретиться ровно через год. Не нарушать традицию, которая уже больше полутора веков. Дмитрий Коньков, Александр Захаров. Новости. Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова